всем городовый привет дорогие друзья с вами я паша фриман и это обзор на самолет впервые на моем канале я делаю обзор или мнение и даже не знаю как это более правильно сказать на авиацию и так как я был в отпуске и не смог полетать на битва я делаю это видео только сейчас когда уже вернулся и могу наконец заниматься теми делами и да я знаю что уже все выпускали эти видео но мне хотелось бы тоже поделиться своим мнением и как раз таки из-за того что я был в отпуске я вообще не смог полетать на этом самолете хотя мне его выдавали на тест-драйв и сейчас него тоже дали тест-драйв я его даже не брал в сетапы о чем я пожалел на самом деле потому что когда я вот начал записывать это видео я не знал про самолет абсолютно ничего не не знал его характеристики не знал его каких-то габаритов и вообще ничего про него не знал знал что он просто есть и существует и какое же было мое удивление когда я зашел в бой не посмотрев его характеристики и обратил внимание на то что топлива всего там на полторы две минуты хватает я думал ну все капец очередная катюша только среди авиации те кто не в курсе катюша это машина акционная вартандрия которая абсолютно бесполезна то есть на ней нагибать и прям целенаправленно ее брать чтобы делать на ней фраги нет никакого смысла потому что она малоэффективна в рамках вартандра тому же у нас на самолете установлено из вооружения два швака которые сами по себе не самые лучшие автопушки еще и с боезапасом всего на 90 снаряд мои мысли в этот момент были таковы больнин вот это будет веселуха потом я стартанул движок до 100 процентов тяги и охренел от того насколько быстро мы взлетаем желаем мы очень быстро потому что как я понимаю 1250 примерно килограмм тяги если судить по приборам которые находятся копите при этом очень маленькие габариты грубо говоря чуть больше человека то есть человек сидит на баллонах с топливом и все и просто это жесть можно летать там на 20 процентов тяги на 30 процентов тяги и эти две минуты растягиваются вплоть там до пяти а то и больше минут в воздухе и тут я начал догадываться что наверно может быть и не так все плохо и оно так и оказалось лично на мой взгляд вкратце если сказать самолет почти имба очень много проблем я доставлял авиации противника особенно бомбардировщиком и это при том что я не умею летать такие летать изучился очень давно не летал и в реалистичных авиационных боях мне в принципе делать нечего у меня обычно не заканчиваются просто лобовым столкновением у кого-то но на мое удивление бедва оказался очень маневренным во всяком случае на определенных скоростях не на максимальных и очень очень быстро набирающему высоту соответственно мы можем переклимбивать врагов атаковать их соколиным ударом либо бомб зубом кому как удобнее называть и просто догонять космонавтов которых в ртандере к сожалению все также много например за ним мы катались примерно полчаса и это была кстати одна из причин из-за которых я ушел из-за авиационных реалистичных боев потому что за ними летать нет никакого смысла тратить время по полчаса по 40 минут иногда даже чтобы догнать один самолет нафиг это надо это абсолютно не интересно и заходить в рб именно из-за этого в авиационные я не хочу ну и тому же как я и говорю я расстрелял скилл и не могу никого перекрутить хотя на b2 у меня это получается ибо самолет опять же легкий и на скоростях до 600 примерно километров в час он очень-очень маневренный можно и уворачиваться от атак противника на корняк можно дать тягу на 100 процентов и взлететь просто как ракета вверх хотя по сути это и есть ракета ракета с кабиной можно сказать так и соответственно оторваться от преследования а вот на скоростях выше 650 километров в час начинаются проблемы b2 превращается в абсолютное бревно которым практически невозможно управлять и чтобы это сделать вам необходимо будет сбросить скорость а даже если вы тягу вырубите на ноль и двигатель вообще выключите самолет будет еще очень долго оставаться без маневренности поэтому если вы например поймали эту максимальную скорость на высоте примерно в два километра и начали потихонечку снижаться вниз ну хотя пытаясь вытянуть штурвал на себя самолет будет настолько медленно выравниваться и менять траекторию что скорее всего двух километров вам не хватит поэтому ребят за скоростью надо очень очень внимательно следить малейшая ошибка и как бы все тому же на высоте около девяти тире этом 11 километров самолет в принципе становится неуправляемым откуда я это знаю вот как раз таки я пытался догнать одного из тех самых космонавтов на b29 если у вас есть этот самолет я вам очень рекомендую следить за этими двумя показателями очень очень внимательно за высотой и за скоростью это самое главное по поводу маленького боезапаса несмотря на него принципе подлететь быстренько до противника дать ему пару очередей в оба двигателя или в один двигатель этого будет достаточно двигатели в большинстве случаев отваливаются загораются либо вы в конце концов отстреливаете крылья после этого надо будет немножечко резко набрать высоту и потихонечку отправляться на аэродром рекомендую летать примерно на 30 на 40 процентах тяги и постоянно ее регулируйте следите за топливом чтобы она у вас тоже не кончилось а то будет как бы тоже проблематичненько потому что за этим показателем кстати тоже надо следить ну а так по факту я в принципе получал одно только удовольствие летая на этом самолете быстрый маневренный быстро подлетел сделал две очереди получил фраг улетел на аэродром пополнил боезапас обратно взлетаешь опять летишь на цели благо маневренности и скорости разгона и скороподъемность позволяют это делать достаточно эффективно и быстро а вот из минусов я могу отметить помимо тех которые я уже назвал виде маленького боезапаса и практически полного отсутствия топлива это конечно же крайне низкая живучесть практически любая очередь которая в вас прилетает либо убивает пилота либо поджигает самолет я порой раз тушился долетал до аэродрома но это было крайне редко в основном загораетесь и там до самого конца горящими и падаете ну и как итог самолет мне понравился и если вы его нафармили то я вас поздравляю потому что он реально прикольный и для коллекции точно сгодится тому же на нем можно во всяком случае еще и полетать по фаница совместные бои я выбрать не стал потому что ну не знаю там наверное смысла особого его брать нет так как в совместных боях лучше коробить наземку против авиации в целом-то он неплох но я думаю все таки его лучше использовать в реалистичных воздушных боях ну а что вы думаете по поводу этого самолетика можете писать в комментариях мне будет интересно почитать также делитесь своим опытом использования битва чтобы можно было помочь другим освоиться на этом самолете также можете писать продавали ли вы его или будете продавать или оставите себе тоже будет интересно посмотреть сколько народа захочет его оставить ну а с вами был паши фриман огромное спасибо что смотрели не забывайте ставить лайк если вам видео понравилось оставайтесь на канале то бишь подписывайтесь вступайте в мою группу вконтакте дискорд инстаграм твич канал все ссылочки есть в описании с вами был я пашка фриман всем удачи хорошего рандома и пока пока друзья и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...